Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade. И сегодня мы попробуем ускорить нашу Arduino в 10 раз. Ну, примерно в 10 раз. Поехали! Итак, особенность ускорения Arduino, она может быть двойная. Как бы два способа есть ускорить. Первое это программно, второе это само железо. Что-то с ним сделать, чтобы ускорить Arduino. Давайте посмотрим сначала вариант с ускорением железа. Сам контроллер, который установлен в Arduino, работает в зависимости от того, какой установлен у него кварц. Здесь, допустим, если мы посмотрим... Сейчас попробуем резкость поймать. Здесь стоит кварц на 16 МГц. Стандартно во всех Arduino стоит такой же кварц, на такую же частоту. И, как вариант, можно попробовать заменить этот кварц на более высокую частоту. И я видел в сети статьи, где меняли этот кварц и разгоняли Arduino до очень-очень высоких частот. То ли до 80, то ли до 90 МГц ее разгоняли. Но при этом ее опускали в жидкий азот. То есть, супер низкие температуры. И получалось разогнать. Но это чисто экспериментально, работать нельзя. В то же время я видел готовые проекты, где микроконтроллер работал на 32 МГц. Лично я тоже испытывал микроконтроллеры. Пробовал ставить другие кварцы. И сейчас покажу, что у меня получилось. Это мой тестовый пульт, который я использую для настройки, проверки. Ага, здесь стоит на 16 МГц. Все-таки поставил на 16 МГц. Ну, в общем, я когда делал этот пульт, я его делал для проверки радиоуправляемых моделей, для тестирования. Я подключал сюда кварц на 23 МГц. И вполне все хорошо работало. Итак, с одной стороны, можно попробовать увеличить скорость Ардуино, заменив кварц, то есть повысив частоту самого контроллера. И тем самым увеличив скорость работы. Но с этим связаны некоторые проблемы. А именно, многие библиотеки, многие внутренние особенности языка Wire настроены, или как он там называется, который используется в Ардуино и ДЕ. Очень многие вещи настроены на частоту именно 16 МГц. И такие вещи, как, например, Делай или Миллис, они не будут работать, точнее говоря, не будут работать неправильно, если поменять кварц. Каждую библиотеку придется править. То есть редактировать ее под новый кварц, под новую частоту. И с этим связаны многие-многие проблемы, если вы будете менять частоту работы микроконтроллера. Другой вариант, это программно изменять скорость работы Ардуино. Давайте сейчас перейдем к некоторым интересным фактам и попробуем посмотреть, что же у нас получится. Итак, давайте посмотрим, что мы можем сделать программно, как мы можем программно увеличить скорость нашей Ардуины. Давайте возьмем для примера обычный пример Блинк, мигание светодиодом. И посмотрим, какие здесь у него есть настройки и что он из себя представляет. Вот стандартный скетч. Как вы знаете, LED-строенный светодиод, он всегда подключен к 13-му пину. Я сразу помечу, что это 13-й пин, для того, чтобы всем было понятно. Давайте проверим, сколько этот скетч будет занимать место. Идет компиляция. И для Ардуино Мега он будет занимать почти полтора килобайта. Простой скетч, у которого всего лишь мигание светодиодом идет. При том, что запись вот этой одной команды выполняется 1800 микросекунд. Что, мягко говоря, очень медленно. Но если мы попробуем записать немножко по-другому эту команду, то скорость выполнения этой программы намного увеличится. Давайте посмотрим сам микроконтроллер. Мы возьмем микроконтроллер самый распространенный, от Мега-328, который используется в Ардуино Промини, в Ардуино Уно, и во многих-многих других Ардуино используется именно этот микроконтроллер от Мега-328. То можно увидеть, что все его выводы этого микроконтроллера, все его контакты, они разделены на порты. Видно, вот порт С, вот он весь большой порт С. Порт Б, ПБ, ПБ пошли. Порт Д, и вот еще тоже несколько лапок порта Д. И если мы будем не через Ардуино ИДЕ писать DigitalWrite, 13-й пин, а делать запись прямо в порт, то есть ПБ0 или ПБ4 или ПД6, то скорость намного увеличится. Давайте возьмем для примера. Если здесь у нас стоит запись в высокой, здесь в низкий, то для того, чтобы записать в высокий, нам нужна вот такая вот команда. А чтобы записать в низкий уровень, то есть в ноль записать, то команда выглядит немножко по-другому. Вот так и здесь тильда стоит. Так мы записываем в единицу, а так мы записываем в ноль. Что из себя эта команда представляет? Мы единицу записываем в седьмой бит. Давайте посмотрим, почему именно в седьмой. Сейчас возьмем распиновку Ардуино Мега. И так, я поменьше сделаю. Вот сама эта Ардуино Мега. Если приблизить, то можно увидеть, что 13-й пин, он соответствует контакту ПБ7 Ардуино, точнее, микроконтроллера. Если посмотреть другие распиновки, например, Ардуино ПРО Мини, то 13-й пин, так, где он 13-й, вот 13-й пин, в этом микроконтроллере, точнее говоря, в этой Ардуино, он соответствует контакту ПБ5. То есть, если бы я использовал, например, Ардуино ПРО Мини, то мне нужно было бы здесь написать пятерку. То есть, в пятый, в пятый бит порт АБ нужно записать единицу. Ещё раз вернёмся к распиновке. Вот наша распиновка. То есть, вот наш микроконтроллер. Смотрим, где у нас 13-й контакт, вот он 13-й, и он соответствует ПБ5. Поэтому я бы здесь записал пятый. Ну, так как у меня стоит Ардуино Мега 256, то я седьмой пин. Точно так же можно посмотреть распиновку для Ардуино Уно. Вот наша Ардуино Уно. И 13-й пин. Вот он 13-й соответствует ПБ5. То есть, всё верно. И сейчас посмотрим, если мы эти закомментируем строчки, если у нас скетч занимал 1462 байта, то этими командами у нас скетч будет занимать, сейчас посмотрим, идёт компиляция, 1092 байта. То есть, на целых 400 байт скетч стал меньше. При этом скорость выполнения стало не 1800 микросекунд, а 0,2 микросекунды. То есть, мы не только уменьшили скетч, но и увеличили скорость в 3600 раз. Ребята, даже не в 3600 раз, в больше раз. Короче, если здесь было 1800 микросекунд, а стало 0,2 микросекунды, во сколько раз увеличилась скорость нашей работы, и при этом скетч ещё уменьшился. Супер! Давайте ещё попробуем оптимизировать наш скетч. Вот эти задержки в 1 секунду, их тоже можно уменьшить. Есть специальная библиотека, вот так она прописывается, подключаем include, утилиты и delayh. И вызов теперь у нас будет немножко по-другому. если мы вот так выхим, что ж такое? Если мы теперь задержку будем вот так прописывать, посмотрим, насколько у нас теперь скетч уменьшится. помните было 1092 стало 930 байт. Больше чем на 100 байт скетч уменьшился. При этом работа самого скетча никак не нарушена, всё точно то же самое осталось. Те же самые команды, тот же самый цикл, то есть время выполнения всё точно так же осталось. То есть послали единицу в порт, подождали секунду, послали ноль в порт, подождали секунду, то есть всё точно то же осталось. И при этом скетч стал почти в два раза меньше по объёму. Точно так же можно и инициализации портов тоже сделать, тоже прописать, чтобы тоже меньше скетча занимало. Давайте теперь, если мы сейчас рассматривали запись в порт, то давайте посмотрим чтение порта. То есть где-то у нас digital, вот button, button, точнее говоря. Button, button. Читаем кнопочку. Так, все лишние комментарии я поудаляю, чтобы меньше места занимало. скетча и вот мы видим команду digital read и вот все состояние нашей то есть весь скетч. Проверяется состояние кнопки, если нажато, то pin у нас загорается в high, если кнопка не нажата, то low. Проверяем сколько занимает этот скетч у нас. 1474 байта. И точно так же digital read он занимает 1800 тоже микросекунд выполняется эта программа. Но можно сделать и немножко по-другому. То есть тоже можно обратиться к портам и читать данные прямо с порта. Давайте все сворачиваю. уберем. Вот такая вот есть команда. Итак, пишем pin и какой порт мы сейчас будем смотреть. Допустим у нас какая Arduino Pro Mini допустим. И мы хотим на какой-то контакт повесить кнопку. Например, на третий контакт мы хотим повесить кнопку. Это у нас порт PD3. И для этого мы проверяем pin D, потому что порт у нас был D. И какой pin мы хотим. это у нас нулевой, это у нас первый, второй, третий. Вот. И мы проверяем. А, кстати, нужно вначале обязательно поставить восклицательный знак. И проверяем. Если третий pin у нас нажат, то соответственно у нас сработает бит бит установлен в единицу, то есть нажата кнопка, то есть вот это все условие, которое здесь было прописано, оно сработает. Давайте мы его скопируем из скетча blink. хай. И если бит не установлен, то есть если кнопка не нажата, лоу. У нас было 1474 байта, проверяем. Насколько скетч у нас станет меньше. и стало 970 байт. То есть все точно то же самое. Проверяется на нажатие кнопки, устанавливается значение светодиода. При этом эта команда чтения кнопки выполняется не 1800 микросекунд, а как и в предыдущем примере всего лишь 0,2 микросекунды. то есть скорость чтения в разы и разы больше и при этом меньше скетч. Ну, ребята, есть к чему стремиться, есть к чему развиваться. Идем дальше. Следующий пример, который мы рассмотрим, это инверсия бита. Допустим, мы хотим изменить значение с хай на лоу и с лоу на хай. Конечно, есть целая куча разных программ, команд, которые это делают, но можно сделать это и немножко проще. Например, вот такой вот команды. Давайте ее сокращу, чтобы она была легче в понимании. Вот это значение оно инвертирует. Например, мы запишем порт здесь, порт B, то независимо от того, какое было значение на седьмой лапке, то есть, где наш Arduino Mega, то есть, независимо от того, какое у нас было значение на 13 пине, то есть, на порту PB7, был включен светодиод или не выключен, его состояние станет противоположным, то есть, если он был выключен, он включится, если он был включен, то он выключится. Вот так записывается изменение порта на противоположное. Выполнение этой команды точно так же. 0,2 микросекунды. То есть, очень и очень быстро. Идем дальше. Рассмотрим пример ШИМа. То есть, широтно-импульсной модуляции или как по-английски PWM, то есть, где мы будем устанавливать яркость определенного светодиода или там допустим скорость вывода или скорость двигателя можем регулировать. То есть, ШИМ, он используется везде очень полезная вещь. Ну, допустим, вот у нас есть скетч, фейд, тоже взятый из наших примеров. И проверяем, сколько же он занимает места. И он занимает 1930 байт. Скорость работы этого скетча, где вот у нас происходит аналог в райд, где мы записываем в порт, точнее говоря, в определенный пин, яркость или значение ШИМа. Частота работы этого ШИМа 50 Гц, то есть 50 раз в секунду меняется состояние с одного в другое. Но если мы немножко изменим команду, то есть вместо аналог мы запишем вот такое значение. Где значение порта под конкретной циферкой мы запишем где у нас ШИМ. Давайте посмотрим то же самое Arduino Pro Mini и смотрим, что у нас например есть ШИМ на PD3 PD5 PD6 PD1 PD2 PD3 Такое у нас здесь стоит прописано порт A. Нам порт A не надо. Давайте на PD3 то есть на вот этой лапке на третьем контакте мы сделаем ШИМ PD3 Так значит мы здесь прописываем порт D и третий так это у нас нулевой первый второй третий и сюда записываем единицу вы видите здесь просто идет запись в порт всего лишь на все то есть можно вот так записать можно записывать как мы записывали в блинке вот таким вот способом то есть записать единицу записать ноль давайте так и сделаем здесь у нас третий порт D здесь не кавычка стоит записываем в ноль то есть здесь то же самое вот pvm time число которое мы будем записывать в ШИМ ну вот давайте мы его заменим так как у нас здесь стоит bright мы используем это число brightness здесь просто идет цикл определенное количество раз записывается значение в порт высокое потом определенное количество раз записывается низкое значение то есть мы так сказать симулируем работу ШИМ на основе скорости работы записи в порт если у нас было 1800 микросекунд а стало 0.2 микросекунды и мы на этой основе на этой скорости сейчас попробуем сделать ШИМ проверяем сколько у нас займет скетч забыл кавычки поставить почему-то они фугаются получилось 1168 байт при этом частота ШИМ будет не 50 Гц а 19 килогерц я даже сложно быстро сказать во сколько раз это быстрее ШИМ то есть это уже настоящий нормальный ШИМ не то слабое мигание портом вялое а настоящий хороший ШИМ вот так можно ускорить Ардуино есть еще конечно очень много команд очень много возможностей изменения способов записи чтения портов значений которые используются в настоящем чистом С и если их использовать то есть С++ если их используют то вы намного быстрее сможете разогнать свою Ардуино программа будет занимать намного меньше места и намного быстрее будут работать я когда только начинал изучать Ардуино мне нужно было в оттене 13 это маленькая четырехлапая микросхема четырехлапый микроконтроллер точнее восьмилапый микроконтроллер нужно было записать очень простую команду программу всего лишь было чтение четырехлапок в зависимости от того какой на них high или low на каждой из лапок и на пятую в зависимости от этого выдавать шим и я писал в Ардуино и так и я так пробовал программа просто не влазит потому что максимальный размер оттене 13 это 1 килобайт и я уже по всякому пробовал не влазит и все и мне помог один человек который вот такими вот командами описал мне объяснил как это все работает и программа у меня заняла всего лишь 300 байт и при этом шим был она выходить около 19 килогерц то есть очень хорошо быстро все работало классно поэтому ребята есть к чему стремиться есть чего развивать и есть как ускорить Ардуино есть еще специальные библиотеки давайте попробую найти ее где-то она была у меня открыта вот она открыта у меня есть библиотека называется киберлиб эта библиотека она выполняет практически то же самое что я вам сейчас написал то есть те же самые примеры фейт или блинк то есть эта библиотека она подставляет те же самые быстрые команды для выполнения для того чтобы намного быстрее работало но так как это все равно используется в Ардуино и ДЕ то скорость будет меньше например тот же самый ДЕЛА он немножко все таки медленнее выполняется потому что здесь вот примеры вам приведены частоты скорости работ то есть можно использовать эту библиотеку ссылочку я вам дам можете ею пользоваться а можете пользоваться настоящим чистым СИ записывать прямо в порт и развивать свои знания и ускорять Ардуино и так что можно сказать в заключении я конечно не все показал возможности ускорения увеличения мощности микроконтроллера точнее говоря это даже не увеличение мощности это просто правильное быстрое записывание в порты без быстрая работа и это было все на языке СИ плюс плюс если например изучать язык Ассемблер скорость работы возрастет еще намного быстрее понимаете суть в том что микроконтроллер он и работает на одной и той же скорости мы по сути его не ускоряем мы его не не заставляем его быстрее работать просто он не делает лишнюю работу мы даем ему возможность выполнить только те действия которые необходимо сделать они нужно они для того чтобы проверить а нужно ли это делать не нужно правильно мы говорим неправильно вся ответственность лежит на нас если что-то не работает то мы там что-то неправильно написали поэтому если писать на правильном языке правильными командами то скорость работы намного намного быстрее будет Ардуино она предназначена для того чтобы можно было легко войти понять неопределенные принципы работы то есть что это такое как его едят как с ним работать что такое Ардуино вообще но программирование на Ардуино вы по сути не изучаете это так только в общем общее понимание общее знание но если хотите чтобы вы создавать крутые серьезные проекты нужно переходить на более чистый язык программирования C можно в принципе в той же самой Ардуино и DE среди работать и писать на чистом C и даже асемблерные вставки делать но все же будут определенные наложенные ограничения в тех же самых библиотеках или даже та же самая Ардуино и DE она все-таки будет вносить свои какие-то коррективы и немножко будет ограничивать работу вашего скетча я вам желаю успехов желаю вам развитий пишите крутые программы делайте классные проекты вам желаю успехов подписывайтесь на канал всем пока